В Минск нижегородцы приехали в отличном настроении после победы над ЦСКА. Игра против Динамо началась с обоюдных атак, и чем больше времени отчитывал таймер, тем больше ускорялась игра. Практически весь первый период стороны играли без пауз. К перерыву преимуществом золотели хозяева, но забить никому так и не удалось. 0-0. Вторые 20 минут торпеда начало в меньшинстве, и это будто определило ход всего периода. Сразу несколько удалений заработали нижегородцы, но свои ворота сохранили сухими. А на 38-й минуте Энди Милли воспользовался игрой в большинстве и вывел торпеда вперед. На заключительный перерыв стороны ушли при счете 0-1. В третьем периоде Динамо пыталось сравняться, но вместо этого на 50-й минуте Дамир Жафяров удвоил преимущество дальним броском. За 10 секунд до конца Минску удалось забросить одну, но на большее времени не хватило. 1-2 победа нижегородцев. Я думал, хорошая, ровная игра была. Хорошо, что могли забить первый, а потом второй гол. Очень важно. Хорошая игра у нас. Много травмированные. Очень важно было приведеть характер. Я думаю, в последние игры там получше играет. Поэтому сейчас нам самое главное остановиться перед следующей игру. Так, очень довольны ребята. Они молодцы сегодня бидись. И, к сожалению, жалко только в конце, что пропустили там 9 секунд, что не могли сухару отдать так отчетков. Торпеда продолжает выездную серию. Им предстоит матч с Динамо-Ригой. Валяем за нижегородцев. Служба информации Денис Каримов.